Спасибо, что пришли в нашу студию. Евросоюз сначала вынудил Латвию закрыть сахарные фабрики, сейчас встал вопрос со свининой. Евросоюз не хочет решать проблему экспорта свиней в Россию, причем не только Латвии, но и всех стран Балтии. Создаётся впечатление, что сельское хозяйство новичков Евросоюза большую Европу не заботит. Как Вы бы могли прокомментировать такую ситуацию? Ну, не могу совсем с Вами согласиться, что Евросоюз не хочет новых государств. Сперва о сахаре. Решение о закрытии сахарной отрасли приняли наши два сахарные заводы, две сахарные заводы и наши крестьяне, которые выращивали сахарную свёклу в 2007 году. Тогда были такие условия, условия очень выгодные именно в тот год для такого решения, потому что Евросоюз предложил очень большие компенсационные платежи за то, чтобы страна отказалась от своей квоты и перестала произвести сахар. Но там было очень много аргументов. Мы прошли очень сильный анализ и много переговоров было с крестьянами. Они сами создали свою ассоциацию и очень долго беседовали, чтобы принять это решение. Но нельзя сказать, что какое-то давление было. Это действительно было их решение после анализа всех обстоятельств. Ну, то есть даже можно сказать, что подкупили. Ну, трудно сказать, подкупили ли. Но там много аргументов. По сравнению с мировым производством сахара у нас не были самые лучшие обстоятельства для этого отрасли. И потому такое решение и приняли. Люди, недовольные закрытием тех же сахарных фабрик, сейчас собирают подписи, чтобы возобновить производство. Насколько это реально? Квотирование, квоты на сахарное производство в Евросоюзе будет до 2015 года. И до этого времени Латвия не имеет права произвести и продавать сахар ни в каких условиях. Квоты нет, произвести и продавать нельзя. Может идти судебные процессы и санкции с других стран. Мы не можем до 2015 года вступить в этот рынок. Что касается субсидий для крестьян от Евросоюза. Не секрет, что они для наших крестьян, для латвийских, они гораздо меньше, чем для старых стран Евросоюза. А что будет после 2013 года? В 2013 году в Евросоюзе будет пересмотр общей сельскохозяйственной политики. И там, наверное, будут довольно глубокие изменения. Но в этот период, вы правы, субсидии в Латвии меньше, чем у старых стран 3-4 раза. Но это самый большой приоритет министерства. И я думаю, правительство Латвии в общем, вести переговоры на возможное уравнение этих платежей. И я не думаю, что получится сразу достичь тот же уровень. Но уже в Европе идет беседа и начинает принимать эту мысль, что надо как-то приблизить эти платежи, чтобы не было такой разницы, потому что рынок общий. Крестьяне в свое время понабрали кредитов, взяли дорогую технику на эти деньги, но взяли технику в Европе. Но вопрос, почему вы брали в Европе, а не, скажем, в Белоруссии тракторы, где они на порядок дешевле, они говорили, что тогда они не получили бы деньги от той же Европы. Насколько это соответствует действительности? При вступлении в Европе были первые программы, которые работали, так называемые саппорт-программы. И тогда было такое условие, что надо купить все технику и другие вещи только в Евросоюзе. Но сейчас это не так. Сейчас можно купить и технику, и оборудование, и другие такие вещи. И в третьих странах. Но только надо пройти определенную сертификацию этой техники. И тогда нет проблем. Крестьянский Сейм. Сегодня появилось сообщение, что Крестьянский Сейм хочет отметить год со дня бунта крестьян. За этот год что-нибудь изменилось? Удовлетворены все требования крестьян или нет? Каждый год, когда зима идет к концу и приближается сезон посева, крестьяне становятся немножко нервными и тревожными. И какой будет сезон, как получится посев, это очень важный период в жизни крестьянин. И поэтому, наверное, каждый год, сколько я работаю, я вспоминаю, что январь-февраль всегда такой немножко тревожный. Да, сейчас уже год, как в прошлом году, крестьяне приехали в Ригу со своей техникой. И потребовали немножко улучшить их состояние. Потому что в тот период резко унизились цены на молоко. И действительно был такой критический период. Ну, тогда государство, правительство приняло решение, что надо помочь. И состоялся такой протокол со всякими нашими такими обязательствами. Можно сказать, что мы их выполнили, пока еще мы в долгу крестьянам остались чуть больше миллиона. И мы это выплатим в феврале месяце. Так мы договаривались с крестьянскими организациями. И тогда будет все выполнено. Но надо сказать, что в этом году ситуация резко изменилась. Сейчас цены на молоко нормальные, хорошие. И крестьяне могут работать и в этой сфере спокойнее, конечно. Но есть всегда новые проблемы появляются. И в этом году, наверное, самая большая проблема будет оборотные средства на посел. Это действительно проблема. Идет всякие переговоры в государственном уровне. Но я надеюсь, что там тоже найдем решение. Это очень-очень важно. То есть крестьянам нужны деньги весной, но весной их не будет. Да, именно такой короткий период, там пару месяцев. Но надо большие деньги вложить в этот период, в посел, потому что этот период будет кормить весь год. А наладился ли за этот год, скажем, наладился диалог между Министерством земледелия и крестьянами? Ну, я рада признать, что я думаю, что диалог сейчас очень хороший. Мы сделали такой называемый у нас консультационный стол у министра, где у нас садятся все наши четыре самые большие крестьянские организации. И я хочу утвердить, что все вопросы насчет субсидий, насчет всяких способов помощи мы обсуждаем и не принимаем никакие решения без согласования с этим организациям. Так что я думаю, диалог сейчас очень такой, ну, удачный и даже дружеские такие нормальные отношения деловые. Так что я думаю, сейчас таких проблем нет у нас. Спасибо вам большое. Пожалуйста. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей выйдет в 9 часов утра.